Эту тему более подробно с Ярославом Башко обсудим. Это глава Центра политических исследований и доктрины. Ярослав, здравствуйте. Рада вам с Херепридом. Здравствуйте. Ярослав, ну давайте вот, так сказать, зайдем с общей информации. Довольно-таки лично для меня стало частично неожиданным, что все, кто присутствовали на БРИКС, далеко не поддерживают прямо действия Путина касательно военного полномасштабного вторжения в Украину. Почему? Ну, во-первых, потому что БРИКС не нужно рассматривать как некий синоним НАТО, например, восточного какого-то, или как некий синоним, к примеру, Евросоюза. То есть это не политический блок. И мы должны понимать, что общий знаменатель БРИКС – это действительно экономика, что это интерес к рынкам, интерес к доступу к китайским товарам по льготным условиям, к индийским товарам и к Индии и Китаю как к рынкам сбыта. К возможности торговать в национальных валютах, что особенно там интересует, я думаю, Турцию в первую очередь. И создание какого-то такого альтернативного незападного пространства именно для международной торговли. Вот это общий знаменатель. Здесь нет общей политики БРИКС, здесь тем более нет общих подходов к геополитике и безопасности. Они даже в широком смысле невозможны, потому что Китай и Индия между собой в этом плане как раз очень сильно противоречат. Индия становится все больше и более четко союзником Соединенных Штатов. Китай все более упрочняется в позиции их оппонентов. Кроме всего прочего, несколько государств со статусом US Major, но НАТО и ЛАЙ, главные союзники США вне НАТО, они подали заявки в БРИКС, это в том числе и Египет, это в том числе и ЮАР. И это делает, скажем так, возможность четко политически определить БРИКС, как вот то геополитическое образование, которым Путин хочет пугать отчасти Запад, хочет пугать США, хочет пугать Украину. Это не совсем правильно. Это соответствует отчасти именно российскому видению, что нужно делать с БРИКС. Но это идет вразрез с региональными интересами стран, которые туда зашли сугубо по экономическому треку. Ну вот как раз что интересно получается, вот вы говорите, что это сугубо экономическое объединение, вот это что-то вроде как вместо G7 или G20, но да, это не политическое, возможно, и объединение настолько важно, как это хочет представить Российская Федерация, но тем не менее в Европейской комиссии, прокомментировав ситуацию с Гензеком ООН, Антонием Гутеррюшем, там, верят, что, ну вот его участие, да, там верят, что Гутеррюш усилит призывы к России прекратить агрессию и вывести войска из Украины. Ну, по крайней мере, об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петерстана. Вот, как вы относитесь к тому, что делал, да, на самом деле Антонием Гутеррюш, почему он согласился на этот визит в Генсек ООН, экономический блок, и Еврокомиссия даже поддерживает? Ну, в какой-то мере нужно, опять же, подчеркнуть ту историю, что мы воспринимаем БРИКС очень сильно через призму России, да, весь мир воспринимает БРИКС через призму Китая. И это как раз гораздо более логично, потому что, в каком-то смысле, система, образующая элемент там именно Китай в данной ситуации, да, и появление там Гутеррюша, это в большей мере история про самого Гутеррюша. То есть это попытка со стороны ООН показать, что вот они такой вот уникальный орган, который рады видеть и на Западе, и на Востоке, да, что вот они могут и с США общаться, они могут общаться и с различными вот этими государствами глобального юга, и с Евросоюзом, и с БРИКС, да. Это попытка, опять же, подчеркнуть вот эту историю про уникальность позиционирования ООН, потому что ООН все-таки находится последние несколько десятилетий под сильным давлением в отношении вопроса вообще, зачем оно необходимо, кому оно нужно, да, зачем вообще должна существовать такая организация. И ООН никогда не делали какую-то ставку там, да, на глобальное продвижение демократии и противодействие автократическим режимам, да, скорее наоборот. Сам вот дизайн, концепт этой организации, он подразумевает обратное. То, что ООН будет существовать во фрейме как такого вот переговорного инструмента, там, где может и Запад, и Восток, да, находиться одновременно. Мы же прекрасно помним, что при создании ООН Советский Союз был включен в, по сути, Совет Безопасности, и это было как раз-таки уже тогда во многом определяющим. То есть было понятно, что эта организация задумывается для того, чтобы вот сохранить какую-то иллюзию вот этой вселенской, чтобы там вот были противоположные стороны, да, и из-за этого они не собираются солидаризироваться с какими-либо призывами, опять же, со стороны Запада конкретно, да, потому что с Западом у них и так всё будет нормально, но вот этой вот уникальной истории, где все разрывают отношения с Западом, а они нет, они могут ею проспекулировать, опять же, как доказательством своей уникальности. Ярослав, ещё поясните, пожалуйста. Кстати, вот в Европейском Союзе также говорили о том, что вообще-то мне рассматривают БРИКС как потенциального либо врага, либо партнёра, но всё же я правильно понимаю, что БРИКС, в свою очередь, это больше о деньгах, больше о каких-то совместных бизнес-проектах, якобы создавая видимость того, что европейские санкции вообще никак не влияют на развитие Российской Федерации в целом? Ну, для России, конечно, это необходимо, да, то есть для России БРИКС – это единственная необходимая лазейка из возможных, в то время как, в принципе, Индия и даже Китай имеют огромное количество альтернатив, да, то есть для Индии, например, или для Китая не стоит такая стратегическая проблема, с кем торговать, кому продавать, у кого покупать. Эта проблема из стран БРИКС серьёзно присутствует только у России, и поэтому, когда Россия хочет как-то усиливать политическую составляющую БРИКС, сделать её более радикально антизападной, не все страны БРИКС это готовы принимать, да, здесь вот можно проиллюстрировать это недавним обсуждением в БРИКС по поводу возможности введения какой-то альтернативной свифту, соответственно, не американоцентричной, не долларовой, глобальной платёжной системы, да, которая использовала бы в странах БРИКС. Что произошло? Произошло то, что страны БРИКС попросту не договорились, да, но многие новые члены БРИКС, они в нормальных отношениях с США, несмотря на то, что они хотели бы покупать, продавать что-то с Китаем и с другими странами глобального юга по особым условиям, да, но они просто это не поддержали. Голосование, по сути, обсуждение этого вопроса, оно провалилось, потому что не все хотят идти на ту степень конфликта с Западом, которую Россия считает для себя необходимым политическим шагом. Украины также оценили ход саммита в Казани в этот раз. И вот наши разведчики отметили, что против трансформации БРИКС, так сказать, в антиамериканскую коалицию выступили как раз Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Бразилия и ЮАР. Так вот, хотелось бы понять, ведь не в первый раз, вот вы вспомнили о Свифте, а я ещё хотела также и до того вспомнить, как Российская Федерация, собственно, да, и Путин предлагал общую валюту, что-то вроде как евро, да, чтобы было между этими странами, но тоже не сошлись, как говорится, на одной валюте. Это говорит о том, что, потому что в этом объединении, скажем так, экономическом Китай и Индия, это игроки, которые, в принципе, тут даже неинтересно ваше мнение, что их объединяет в этой системе, скажем так, координат на одной площадке. Но, тем не менее, это потому что страны хотели кто-то больше свою валюту представить или потому что, в принципе, им неинтересна общая вообще система взаимосвязи в контексте БРИКС? Ну, мы должны понимать, что переход на общую валюту — это определённая утрата суверенитета. Да, что, кстати, вот и было когда-то причиной подъёма волны евроскептических настроений в Европе, это именно то, что переход на евро — это была частичная утрата суверенитета, потому что тот, кто контролирует эмиссию, соответственно, имеет решающее значение. Здесь, например, позиции индийской промышленности могут быть проигнорированы, например, в пользу китайского экономического какого-то вопроса. Поэтому страны не готовы на такое так просто идти, и общая валюта — это очень-очень сложная история, тем более для таких разнородных стран, которые, ну, время от времени между ними вспыхивают и политические конфликты, и иногда даже пограничные столкновения. Да, как в случае с Китаем и Индией. Опять же, возможно, в Бриксе появится Пакистан, да, друг Китая, не друг Индии. История, скажем так, сейчас мы подходим к ситуации, где всё меньше общих позиций в Бриксе, да, и их количество ещё уменьшилось из-за расширения. То есть расширение, оно же не делает внутреннюю повестку более гомогенной. Оно делает наоборот, оно создаёт более разнообразие позиций. Потому что Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, даже Индия, ЮАР, Египет и даже Бразилия, даже при довольно-таки лояльном Китаю-президенте, все они вынуждены считаться с позиций США в обязательном порядке, потому что это либо глобальный торговый, либо глобальный партнёр по безопасности этих стран. Поэтому не всё так просто в навязывании какой-то позиции. В то же время отношения между Россией и Китаем строятся на равноправной системе, основе, да, с учётом интересов друг друга. По крайней мере, об этом на встрече с представителями СМИ стран Брикс заявил Путин. Таким образом, он ответил на вопрос о том, не чувствует ли себя Москва младшим партнёром Пекина. По мнению российского диктатора, российско-китайское сотрудничество на международной арене является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. И в то же время следует отметить, что за первые 9 месяцев этого года количество компаний с китайскими совладельцами в России увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Это вывело Китай, собственно говоря, на первое место среди иностранных участников российского рынка. Так вот, как вы оцениваете это, ну, естественно, отговорки в свою пользу пытаются сказать Путина. И на самом деле всё наоборот. И где-то-то всё-таки китайский старший брат есть. И, по вашему мнению, почему Казахстан всё-таки не хочет присоединяться к Брикса? И вот как с предыдущим гостем мы общались, он как раз говорил о том, что, ну, неинтересно, скажем так, он ещё Казахстан не понимает, что делать на этой площадке, зачем это ему нужно. У него нет проблем с рынками сбыта и так далее. И торговли, собственно говоря, с Китаем. А вот если бы Китай пригласил, вот тут интересно ваше мнение, если бы не Россия приглашала, а Китай, то согласился бы Казахстан. Вот таких два аспекта. Ну, я, опять же, думаю, что у Казахстана с Китаем всё на самом деле очень хорошо. И тут история о том, что, возможно, им как раз Казахстан нужен как вот этот внешний партнёр, да, как часть внешней инфраструктуры какой-то. Тем более Казахстан, он очень сильно геополитически ориентирован на вот эту идею, что он в сердце Евразии. То есть он на пересечении глобальных торговых путей, которые будут потенциально, по мнению Китая, идти в Европу через Среднюю Азию. Да, не через Россию, через Среднюю Азию, подчеркнём эту, ну, Центральную Азию, как сейчас принято говорить на Западе. И в этом смысле я думаю, что Казахстан хочет пользоваться вот этой уникальностью, не желая сливаться ни с кем из блоков, да, в какой-то мере, возможно, Казахстан ориентируется на те планы, которые Украина себе выстраивала в 90-х, в конце, до начала большой конфронтации с Россией и вынужденного реально ускорения европейской и евроатлантической интеграции. Кроме всего прочего, ну да, действительно, мы можем сказать, что, да, Китай и Россия, конечно же, равноправны, но это же партнёры с разными возможностями, да. Россия просто не подаёт виду, что Китай в какой-то мере местами их очень сильно давит и заходит на очень льготных условиях внутрь российского рынка, да. Да, это история про особую торговую зону Китая в порту Владивостока. Это история про заход огромного количества китайских производителей, начиная от автопрома, заканчивая даже там продажей там стали, да, проката стали на внутрироссийском рынке. То есть то, что Россия частично раньше сама обеспечивала с помощью западных инвестиций и технологий, сейчас может обеспечить только Китай. Заходит он на, опять же, очень льготных для себя условиях, на доминирующих. И в этой ситуации, ну да, у них равноправие, но это настолько история не о несоразмерности масштабов, что Россия даже не пытается защищать свои национальные экономические интересы перед Китаем. Она понимает, что, ну, вот, сливаться — это единственный вариант, да, что вот заходит Китай хорошо на любых условиях. Всё, ни более, ни менее. То есть Россия даже не обороняет свой национальный экономический интерес в данном случае. В более ранних этапах, да, Россия могла себе позволить вот эту диверсификацию между Западом и Китаем. А давайте вы, дорогие добывающие компании или какие-нибудь поставщики, поконкурируйте за наш российский интерес, за наши российские места добычи, за наши российские, собственно говоря, ресурсы. А сейчас Китай может ни с кем не конкурировать и имеет, по сути, монопольное влияние. Но Россия не собирается делать вид, что ей это не нравится. То есть Россия вынуждена пасует перед Китаем, вынуждена становиться в позу младшего партнёра. Но понятно, что вербально это никогда не будет озвучено. Да, и между Си Цзиньпинем и Путиным всё внешне будет выглядеть как дружба. Ярослав, и всё сходится к тому, что и говорил сам лично Путин. Нравится, не нравится, да, терпимая красавица. Собственно, эта поговорка вернулась и к Путину лично. Если так, коротко подытожить Брикс. Огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Ярослав Башко, глава Центра политических исследований Доктрина, с нами был на прямой связи. Главные события Украины и мира Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.